Старинные фотографии, приборы для письма и выставка «Школьный путь», которая является частью музейной программы «Учение свет», призваны погрузить посетителей в атмосферу прошлого, познакомить с основными понятиями, из которых складывалось преподавание в 19-20 веках. Особое внимание уделяется школьной форме. Форма начала появляться с 1834 года при Николае I. Она первоначально была очень такая, как военная, были большие, тяжелые пальто. Дальше уже начали облегчать ее. Для девочек не было таких стандартов. Считалось, что длинное темное платье должно было быть простого покроя. И сверху был черный фартук на ежедневное, на будничное время, или праздничный белый фартук. По сути, основные черты школьной формы оставались неизменными до распада СССР. На выставке «Школьный путь» помимо тетради, игрушек, популярных когда-то журналов «Костер», «Пионер» и «Веселые картинки» представлены и образцы одежды учащихся советского периода. В глазах видно зависть детей, что было так очень красиво. Скажем, все в одинаковой форме, все в красивых белых фарточках на праздник, мальчики в белых рубашках, очень было даже красиво. Помимо этого участников программы ждет экскурс в историю появления первых школ, а также они узнают о зарождении и развитии общего образования, которое стало доступно и небогатым людям. Но самая интересная – практика. Во второй части мы даем возможность порешать задачки из 18-19-20 века. То есть даем свои из этих учебников задачи, загадываем, и дети сидят, стараются их решить. Очень сложно, на самом деле, задачи не все могут решить. Еще одно испытание, которое необходимо пройти участникам программы – каллиграфия. Мало того, написать, например, собственное имя предлагается необычной шариковой ручкой, а перьевой с помощью чернил. Задача не из легких. Всем очень нравится попробовать написать своей рукой, вот именно перьевой ручкой, потому что там нужно специальный наклон держать, специальное надавливание, там вниз, вверх, посильнее, послабее. То есть они, конечно, пробуют, но интерес возникает у детей. Программа «Учение свет» создана в рамках Года культурного наследия народов России. Она рассчитана на детей 7-10 лет. Впрочем, много интересного узнают и взрослые. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.